Депутаты проголосовали за закон, который обещает облегчить жизнь переселенцам. Полная блокада. Крыму электроэнергию отключить, а российские товары запретить в Украине. Чем питаемся? Есть ли украинская молочка на полуострове? Не зима, но холодно. В Симферополе отопительный сезон начался не для всех. Мерзнут у моря. Проблема холодных батарей актуальна и для Севастополя. Переселенцам из Крыма и зоны АТО упростили процедуру оформления своего статуса и освободили от необходимости доказывать его в государственных ведомствах. Парламент Украины во вторник принял во втором чтении закон номер 2166, который значительно упрощает процесс интеграции в украинское общество тех, кто вынужден был покинуть свой дом. Документ, напомним, был внесен в парламент еще в феврале, однако несколько месяцев лежал в комитетах и был принят в первом чтении только летом. Авторы законопроекта несколько месяцев добивались включения документа в повестку дня пленарных заседаний для окончательного утверждения во втором чтении. Однако всякий раз слышали различные причины отсрочек. Одной из них, по словам Григория Немырий, например, стало то, что содержание законопроекта не соответствует тематике нынешней пленарной недели, которая посвящена либерализации действующего законодательства для введения в стране безвизового режима. Чи не будет одним из аргументов «за» або «проти» надання України безвизового режиму стан ситуации с внутричнеперемещеними особами, яких уже больше полутора миллионов? На моє переконание, законодавшее забезпечение, гарантия интеграции, забезпечения прав внутричнеперемещенных осіб має прямое, безпосереднє відношення і до такого питання, як перспектива безвизового режима для громадян України. Тому що внутричнепереміщені особи – це громадяни України. Ещё одним аргументом длительной отсрочки принятия законопроекта, по словам його авторов, було то, що документ не входит в пакет реформ, который необхідно провести в країні для її евроінтеграції. Депутат Валерий Пацкан з цим не согласен. А ситуацію с отсрочкой принятия законопроекта связывает з тим, що багато його колеги по парламенту просто недооценивають важність упрощення процеса інтеграції переселенців українського общества. Законопроект номер 2166 разрабатывається вместе с общественными експертами і призван значительно упростити життя переселенців. Тепер, щоб доказати свій статус, необязательно буде иметь соответствуючий штамп з регистрації в паспорте. А справка переселенців становится бессрочна, і її не потрібно підтверджати штампом миграціонной служби. Законопроект також обязує Кабмин создати единю базу данних внутринепереміщенных лиц, щоб їм не приходилось більше доказывати чиновникам свій статус. Ликвидація цих унизительних процедур і минимизація бюрократических проволочок крайне важні для обезпечення прав переселенців, отмечають правозащитники. З початком перемир'я і умовно люди, які повертаються на схід України, повертаються в Крим, часто вони це роблять не тільки через те, що там вже все добре. Часто вони повертаються саме через те, що вони не змогли реалізувати свої права на місці переселення. Ми повинні відноситися до них з деякою преференцією надавати не тому, що ми хочемо дискримінувати всіх інших жителів країни, а тому що, я вважаю, не можна покарати людей 10 разів за те, в чому вони не винні. Вмісті з тим, один закон 2166 неспособен кардинально змінити для їх успішної інтеграції на нових містах жительства необхідні і інші змінення. І наработки для законодателі бази цих змінень вже готові, однака вони продовжують лежать в комітетах парламенту. Ми врахували 5 негальних законопроєктів, що стосуються права і свобод внутрішньо переміщених осіб, які потребують підтримки парламенту, але, на великий жаль, не знаходять свого місця в робочому графіку Верховної Ради. Ці п'ять документів касаються насущних проблем переселенців із Крима і зони АТО, реалізації їх прав наравне з остальними гражданами України, в тому числе і імущественних, які були нарушені в результаті російської агресії. Українські власти зробили не все, щоб должним образом отреагувати на новий виток политических репрессій в Крыму. Так считає глава Меджлиса крымсько-татарського народа Рифат Чубаров. Коли стало известно о возбуждении уголовного дела о блокаде, цілій серії одновременных обысков у людей і на предприятиях, зв'язанных з хозяином АТР Ленуром Іслямовым, і о заочном аресте самого Чубарова на полуострові, государство должно було організувати превентивне отключення електроэнергії оккупантам, считає він. Глава Меджлиса крымсько-татарського народа напомнил всем о том, що написала после обыску екзамген директора канала АТР известний журналист Лилия Буджурова, як їй пришлось везти пожилую мать в туалет сквозь строй автоматчиков, як спрашивала її восьмилетня внучка Ева, будуть ли в них стрелять. Ради всіх патриотів України власть і страни должны объявити о превентивній мере, отключення електричества на 2-3 дня і вонесення на обсуждення вопроса о правах чоловіка в Криму, подчеркнув Рифат Чубаров. Люди, які залишилися на тій землі і в той час, коли для того, щоб їх захистити, ми не тільки не можемо примінити оці інструменти, але ми в цей час напроти ще посилюємо окупантів. Постачання електроенергії – це кабінети урядовців, це військові штаби, це зенітно-ракетні комплекси, які спрямовані проти нас. Росія действительно може принять симметричні меры, поскольку енергосистеми стран связаны друг с другом, кажуть експерты, але український інструмент Астрия считає Чубаров. Поскольку касається вопроса функціонування оккупационной власти і військ РФ, він отметив, що 2 ноября розмовивав з президентом України об отмені закона о свободній економічній зони. Работа по підготовці такого проєкту ведеться, але камнем преткновения стал вопрос отключення електричества. Глава Меджлиса отметил, його необхідно решити, інакше за це возьмуться люди. Що касається требований от органів власти, Рифат Чубаров огласив і ще одне. Участники блокады настаивають на тому, щоб Кабмін як можна скоріше вышел з предложенням КООН о введенні ембарго в отноші Росії. Від не секрет, що северо-восточний сосед з нового року може прийняти таку ж меру относительно України. Дуже велика ймовірність, я думаю, 99% з 1 січня 2016 року. Росія оголосить нам продовольче ембарго. Росія це зробить. Росія перестане покупати наші сільськогосподарські продовольчі товари. Це все те основне, що завозилося до Криму. Тобто залишилося буквально півтори-два місяці. Це вона робить з-за того, що з 1 січня вступає в дію економічна частина ассоціації з ЄС. Чому ми не можемо раніше ніж вони здійснити і показати, що буває тоді, коли здійснюється ембарго? Глава Меджлиса призывает власти України зробити все возможне, щоб показати Аксенову і Кремлю, що країна умеє захищати своїх людей. В магазинах Криму вже не знайти українську молочну продукцію. Спустя 2,5 місяці, після начала гражданської блокады полуострова, проукраїнськими активистами і Меджлиса крымсько-татарського народу, торгові сети Криму, а також мелкіі магазини, були вимені переоріентироватися на продукцію российських производителей. Так, в симферопольських магазинах вже не знайти молоко, масло, кефір, творог і другу молочну продукцію, на етикетці которой було б написано «Страна-производитель – Україна». Теперь – только российська. Однако дефицита ассортимента нет. Полки в магазинах заполнены, а ассортимент на любой вкус. Только вот цены кусаются, рассказывают в симферопольце. Крымчане говорят, за украинскими товарами, в частности молочными, скучают, і стоимость российських бьет по карману. Хватаєт нам, российських хватаєт. Хватаєт. Не страдаємо. Все есть. Ничего не исчезло с прилавок. Все есть. Меня устраивает. Самое главное – лишь бы был покой, тишина і войны не було. Есть наші – хватаєт. Мне хватаєт лично. Я одна, у меня никого нету. Ну, тяжеловато. А мне пенсионерка тяжеловата. Мне лично. Я одна. Вы знаете, я бы не сказала, я и не чувствую недостатка, потому что продукты шли заводские, а я, например, я их не кушаю, потому что в них много консервантов, красителей. Так, ну, вот недостатка мы не ощущали. Нехватки молочного. Сколько хочешь. Сосед приехал из Москвы, говорит, в полтора раза дороже, чем в Москве. Однако абсолютно другую информацию на радио «Крымреалий» рассказал экономический эксперт благотворительного фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский. Он уверен, что поставщики нашли способ обходить блокаду. Либо возят через территорию России потом паромом, либо находят совсем необычные пути доставки груза. Зато сегодня грузится баржа, буксир вытягивает ее в какую-то там точку в море, приходит, буксир отцепляет, буксир приходит со стороны Крыма, цепляет, привозит. Полностью заменить, конечно, сухопутную поставку не сможет, но в каком-то объеме проблема снимается. Не на камеру крымчане признаются, когда есть время, стараются искать украинские товары. Чтобы их обнаружить, нужно постараться. В среднем все-таки для покупки одной бутылки украинского молока нужно обойти не менее пяти торговых точек. Также отмечают, что стремительный рост цен прекратился. Однако минимальное удорожание обнаруживается после каждого очередного похода в магазин. Говорят, это уже не удивляет. Городские власти Симферополя так и не смогли обеспечить тепло в домах столицы. На начало ноября, это уже как две недели после законной даты начала отопительного сезона, 89 многоквартирных жилых домов Симферополя остаются без тепла. Об этом сообщил так называемый начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Олег Сальцин. Из 1247 жилых домов фактически отапливается 1158. Из 53 дошкольных учреждений нет тепла в четырех из-за ремонта теплотрассы. Также нет тепла в 11 учебных заведениях, но до конца этой недели оно появится. Не креют батареи и из-за прорыва теплотрасс в 11 учреждениях здравоохранения. В начале прошлой недели в крымской столице не отапливалось более 70% жилого фонда. Наладить подачу тепла так называемые городские власти обещали до 1 ноября. С отоплением ничего у нас просто нет. Холодно, как живем, как морожен, смотрите, одеты ходим в носках этих, все тапки, все носки, спинка. По двумя-тремя одеялами, ребенок маленький. Ну, это самое, не отапливается, в доме все сыры, холодно уже, очень холодно. Не начинали. Я сегодня попробовал, воды в этом самом нету в системе отопления. Надеваю несколько этих самых теплых свитеров, вот это, спасаемся. Х**, сохраняемся хорошо. Ну, холодно, как пару одеял и спинка. Холодно в комнатах, все греются газом, кто греется электричеством, это расходы для людей. Естественно, при наших зарплатах, а в основном живут пенсионеры, им тяжело. Потому и жалуются, пишут в разные инстанции. Ждать, когда же батареи станут теплыми, симферопольцы устали. Говорят, многие готовы выходить на несанкционированные митинги, чтобы обратить на себя внимание. Пожары из-за холодных батарей – новая реальность Севастополя. Из-за того, что люди пытаются самостоятельно обогреться электрическими приборами, проводки домов не выдерживают. В лучшем случае выбивают пробки. В худшем – приходится тушить пожар. Затопили, трогаю, обрадовалась, думаю, наверное, тепленькая чуть-чуть батарея. На вечер вообще ледяная, вот можете попробовать. Сейчас около 40 домов отопления не получила вообще. Также почти на каждой улице есть проблемные строения, которые только наполовину могут обогреть тех, кто живет внутри. Отключена наружная теплотрасса по улице Горпищенко, от которой получают тепло 15 жилых домов. Срок устранения аварийной ситуации сегодня. По СГС+, на 2-11-й работает 12 СТП, не работает одно СТП, от которого получают тепло 8 жилых домов по причине неподачи электроэнергии от ЧП ТАГИ. Данные вопросы решаются управляющими компаниями по оперативным решениям. Данная ситуация находится на контроле у департамента городского хозяйства. Однако, несмотря на оптимистические заявления оккупационных властей, за неделю, согласно официальной статистике, на горячей линии поступило более 3000 жалоб о холодных батареях. И это только те, кто еще надеется получить тепло в квартиры.